Предвосхищение оснований В случае этой ошибки в ходе рассуждения используются аргументы, которые сами еще нуждаются в доказательстве. Ну, например, мы рассуждаем следующим образом. «Без пролития крови не бывает прощения». Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Чтобы сделать одежды кожаные Адаму и Еве, как говорится в Бытие 3.21, Бог пролил кровь животных. Следовательно, грех Адама и Евы прощен». Тандем из двух этих посылок нередко встречается в проповедях. При этом даже сообщается, как некое особое откровение, что убитым Богом животным был именно ягненок, как аналог будущих жертв Авелевой и Христовой. То, что приношение Авеля было не жертвой, а даром, в таких случаях вообще игнорируется. Каким образом шкуры одного ягненка хватило на одежду для двоих, умалчивается. По-видимому, она должна была быть в стиле минимализма, чтобы переход от полной ноготы не был столь шокирующим. Благо, при этих рассуждениях проповедники, насколько мне известно, еще ни разу не доходили до того вывода, что мы с вами делаем, что грех Адама и Евы прощен. А слушатели не всегда приучены прилагать усилия к тому, чтобы задуматься о заключениях, которые проистекают из услышанного им. Потому что, хотя обе посылки основаны на Библии, их совмещение приводит сразу к трем логическим ошибкам. Во-первых, мы имеем дело с подменой контекста. Тексты Бытие 3 и Евреям 9 не только говорят о разном, но даже относятся к разным литературным жанрам. Бытие – это историческое повествование, рассказ о том, что было, послание к евреям, разъяснительная проповедь, рассуждение о том, почему Мессия не только царь, но и священник, в то время как цари должны были происходить из колена Иудина, а священники – из колена Лебедя. Во-вторых, в первом аргументе вероятное подменяется необходимому. Из того, что без пролития крови не бывает прощения, вовсе не следует, что всякое пролитие крови, безусловно, ведет к прощению, как это подразумевается в данном рассуждении. Иначе, чтобы получить прощение, стоило бы пролить как можно больше крови. Но и второй аргумент, здесь нельзя принимать за доказанный. Писание ничего не говорит ни об источнике расходных материалов для изготовления одежд, ни о технологиях, которые применялись в этом процессе. По сути, мы прилагаем к Богу собственное представление о том, как бы мы сами справились с этой задачей. Но Творец и самих-то животных создал, не прибегая к известным нам методам. Так что же мы уже... Неужели мы не можем предположить, что он может и создать одежды кожаные без пролития крови животных, чтобы под этим не подразумевалось? Ну, например, некоторые ранние отцы церкви, ссылаясь на раввинистическую традицию, считали, что здесь речь идет о предании нашим прародителям того бренного, подверженного смерти и болезням тела, которое ныне мы все наследуем. При этом утверждается, что ранее, до грехопадения, тела их были подобны прославленному телу воскресшего спасителя. Безусловно, такая точка зрения тоже не более чем умозрительна. Она приводится лишь для того, чтобы показать, что столь же умозрительное толкование, предполагаемое во втором утверждении, не является единственным. Ведь ни про животных, ни про кровь в данном стихе ничего не говорится. К тому же, под пролитием крови в послании к евреям-то подразумевается жертвоприношение. А идея о жертвоприношении, которой совершил Творец, и вовсе нелепа. Кому он принес жертву? Саму себе? Или же еще кого-нибудь другого он должен был умилостивить? В итоге выдвигается некая библейски необоснованная идея, которая затем используется в качестве предпосылки для дальнейших умозаключений. «Недаром апостол призывает нас не мудрство сверх того, что написано». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Коринфянам, 5 глава, 6 стих.